Саламас Тармахрумед Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я планирую ответить на вопросы, которые пришли от моих подписчиков. Вопросов довольно много, но постараюсь ответить на те вопросы, которые наиболее часто встречаются. Итак, первый вопрос. Я хотел откомментировать тему преследования меня во Франции, в частности в Париже. Я вчера выставил пост и небольшое 30-секундное видео. Сразу хочу сказать, что я выдаю информацию, которая не представляет особой ценности для следствия. Здесь, в Париже, сейчас по этому поводу идут следственные процессы, есть действия. Мы сделали заявление соответствующей структуры Парижа. Поэтому я, понятно, выставляю ту информацию, которая уже не является особой ценностью. Я выставил видео, датированное октябрем 2019 года, в котором агент режима Нурсултана Назарбаева, он проник в дом. Дом здесь имеет, скажем, вход через специальные карточки. Тем не менее, эти люди умудрились проникнуть. Они на моей лестничной площадке, где находится еще квартира, установили специальное оборудование, оборудование слежки. Это все было обнаружено. Также они постоянно следили за мной, давно уже. Вообще, на самом деле, я, конечно, очень много перемещался по Франции, жил в разных местах. Ну, понятно, что я понимал, что возможно похищение и убийство. Тем более, что ко мне поступало очень много информации о том, что готовится и мой захват, похищение, убийство. Вы знаете, разные источники существуют внутри в недрах Комитета национальной безопасности. Я, конечно, оттуда получал разные сведения. Ну и у меня, в принципе, понимание есть, как действует этот режим. Ну, вы помните, наверное, многие из вас, как в конце мая 2013 года была похищена моя семья в Риме. Тогда эти спецсилы полиции Италии ворвались в дом, ломали окна и при том действовали без опознательных знаков. Было их больше 50 человек. Ну, сейчас над ними идет суд, там несколько десятков человек привлечено к ответственности. Послы, которые были в Казахстане, они бежали. Тот из них, по-моему, сейчас в Мексике. Вот. Ну, в общем, одним словом, тогда я понимал, и у меня семья спрашивала, почему я быстро приезжаю, быстро уезжаю. Я объяснял, что полиция обычно каким-то образом ставится в заблуждение, применяются дипломатические силы, лоббируется. Тем более, там очень много итальянских компаний, крупных, работает в Казахстане. И такие, знаете, связи выстраиваются. Надо понимать, что какие бы страны эти демократические не были, все равно находятся люди, которые или попадают в заблуждение, или их подкупают, или еще что-то. Таким образом, вся эта машина направляется на человека. Вот, собственно, поэтому произошло похищение моей семьи. Но Италия очень быстро с этим разобралась. Выступал президент Италии. В парламенте был кризис парламентский, правительство чуть не ушло в отставку. В итоге на уровне европейского сообщества было оказано на Назарбаева мощнейшее давление. Моя семья после семи месячного нахождения в Казахстане была возвращена, получили политическое убежище в Италии. Поэтому я очень хорошо знаю, как действует этот режим, и все время менял местоположение. Сейчас я решил не менять. Когда мы обнаружили за собой слежку, понятно, я сообщил полиции, и все это время полиция внимательно следила за этими людьми. Они сейчас имеют факты. И вообще, чтобы вы понимали, ну, они же не убивают, а следят за мной. И поэтому вроде прямого такого нарушения нет. Единственное, что были нарушения, когда они проникли в этот дом, устанавливали эту технику. Я могу сразу сказать, эти люди попали на все камеры, как внутри дома, так за пределами, так на лестничьей площадке. Это я сейчас говорю открыто, официально, все лица их известны. Эти люди установлены. Соответствующим образом механизм преследования будет запущен. Мы знаем, кто это делал. Поэтому я выставил это видео, чтобы вы понимали, что даже находясь во Франции, я постоянно преследовался и все время ждал нападения. Ну, а сейчас я нахожусь в той же самой квартире. Почему? Потому что получилось так, что Такаев написал длинное письмо на имя президента Франции Макроуна на 250 страницах. И до этого, оказывается, Казахстан дважды требовал моей выдачи экстрадиции, обвиняя в разных преступлениях, убийстве, экономических преступлениях и все прочее. Но они никак не могут понять и принять, что Франция это демократическое государство. Да, безусловно, механизмы лоббирования где-то работают и сейчас срабатывают. Но есть решение высшего суда Франции, которое отказало в экстрадиции вообще и России, по сути Украины, Казахстан. Это уже судебное решение не может отменить никто, включая президента страны. Поэтому эти попытки безуспешные. Самое интересное, что режим указал все мои адреса проживания, которые я, скажем, менял в течение трех лет. Ну, не все, скажем, часть. И таким образом, вот нынешняя их слежка, фиксация моего местоположения сейчас, то, что они написали, что вот я сейчас проживаю по этому адресу, немедленно его арестуйте, просто показывает, что вот эта слежка организована властями Казахстана. И поэтому, если на меня произойдет нападение, убийство и все прочее, здесь работают законы Франции и законы Европейского сообщества. То есть, получается, государство, Казахстан, во главе которого, по сути, находится Назарбаев, его ближайшее окружение, совершает преступление на территории Европейского сообщества. Именно преследует и убивает своего политического оппонента. Это зафиксировано решением французского суда. И таким образом совершается политическое преступление. За этим, безусловно, последуют политические, экономические санкции. Безусловно, будет мощнейшая атака со стороны Европейского сообщества всей территории страны. Это будут арестованные счета, арестованы активы. Это будет возбуждено уголовное преследование. Ну, а с учетом того, что вся наша политическая верхушка имеет активы в Англии, в Европе, по всему миру, понятно, что эти активы находятся и деньги проходят через банки, которые подчиняются международным стандартам. Это все приведет к тому, что это будет тотальное преследование по всему миру. Поэтому, конечно же, у Назарбаева есть выбор. Получить такую тяжелую артиллерию, мощнейшую, и от которой маловероятно, что спасется, включая его окружение, или убить Мухтара Блязова. Я для себя сейчас принял так, что моя жизнь уже в относительной безопасности. Решил не менять свое местоположение. Ну, каждый раз мне приходилось в раз в какой-то период уезжать с одной квартиры на другую. Это масса неудобств. Поэтому я сейчас открыто здесь живу, знаю, что здесь агенты ходят по улицам. Но сейчас им стало сложно, потому что карантин я наблюдателя сразу вижу, где они. Они тут на мотоциклах за мной, на самокатах, пешком, толпами ходят за мной. Ну, когда людей много, их не видно. А сейчас они проявляются. Поэтому я сразу скажу, они сейчас все в режиме контрнаблюдения. И, уважаемые друзья, не переживайте. Я считаю, что моей жизни сейчас серьезно ничего не угрожает. Более того, она больше безопасности, чем раньше. Раньше они могли меня выкрыть, убить, и трудно было бы доказать. А сейчас все, они оставили следы, написав Макрону мой адрес проживания. Поэтому, Тустанович, я вас благодарю. Я как-то решил вот здесь остаться, в этом месте. Снимайте, пожалуйста. Ну и, собственно, платите такие же огромные деньги этим людям, бесполезным, которые ходят и снимают то, что я пошел туда или сюда. Присылает вам видео. И вы тратите миллионы, миллионы долларов ежемесячно, чтобы рассказать о моем обычном порядке жизни. Вот, собственно, такая ситуация по первому вопросу. Второй вопрос. Меня просят прокомментировать суд в Англии по дому Дориги. Ну, как известно, более чем на 100 миллионов фунтов имущество Дориги Назарбаева было арестовано в Англии, именно в Лондоне, два больших дома и две квартиры. Это очень престижные дома и квартиры. Я по этому поводу хотел бы сказать следующее. Как это произошло? Ну, во-первых, те, кто, национальное агентство, которое наложило арест на активы Дориги Назарбаева, конечно, они, судя по всему, не очень сильные аргументы собрали, но они будут сейчас апеллировать по их заявлениям. Следующая инстанция. Второе судья, английский судья, значит, что называется, накинула на лицо, забрала, типа, все нормально же, там генеральная прокуратура Казахстана, это же генеральная прокуратура, а прокуратура не должна лгать. Английская прокуратура же честная, ну и казахская, это же государство. И казахская прокуратура заявила, что Дорига у нас бизнесвумен, она предприниматель, очень талантливый бизнесмен, она продала банк, Нурбанк, заработала огромные деньги, и судья сказал, ну как, это талантливая женщина, она бизнесвумен, она имела банк и продала на бирже за крупную сумму, по-моему, около полумиллиарда долларов, около 500 миллионов долларов, по-моему, продала банк, вот ее источники. Сын ее в 23 года приобрел такие дорогие дома, которые в тот момент стоили, если перевести, около 40 миллионов фунтов, это на тот момент было 80 миллионов долларов, чтобы вы понимали, один к двум был курс. Это не 40 миллионов фунтов сами по себе или 39 миллионов, это считайте 80 миллионов долларов. Так вот, судья заявила, что он нормальный бизнесмен, в 23 года он уже управлял 25 компаниями, он продал 40% доли телерадиокомпании Шахар, потом он же взял кредит, 65 миллионов долларов, в Нурбанке. Ну как, вот вы идите, сходите в Нурбанк, возьмите 65 миллионов долларов. Какие проблемы? Чего вы до мальчика докопались? Умный мальчик пошел в Нурбанке, в банке Дареги Назарбаева, взял кредит, там всем дают. И таким образом, по всем пунктам судья ссылалась на то, что вот видите, Рахат Алиева, это деньги не Рахат Алиева, а они развелись, и менее половины имущества осталось по наследству в Дареге, плюс она бизнесвумен, а вторая половина осталась за пределами Казахстана, вот ей досталось меньше 50%, хотя по законам Казахстана должна была получить 50%. То есть, на самом деле, английская судья, конечно, выглядела очень такой наивной девочкой. Ну, я могу сказать следующее. Это связано с разными факторами. Первое, что действительно у Назарбаев серьезное лобби. Вы же понимаете, что, например, когда они там организовывали на меня атаку в Англии, они организовывали следующим образом. Решение о аресте моих активов, когда я жил в Англии полгода, делал Уильям Блэр, старший брат Тони Блэр, бывший премьер-министр Англии, который получил суммарно по информации средств масс-информации в качестве советника-консультанта от Назарбаевских предприятий около 50 миллионов долларов. То есть, я вам так скажу, да, безусловно, эти страны демократические, да, безусловно, работает хорошо судебная система, но лобби никто не отменял. То есть, там договариваются, берут с консультантами, находят какие-то возможности, контракты выстраивают. Это, безусловно, есть, чтобы ни у кого не было сомнений. Просто, среднестатистически, безусловно, вся судебная система работает хорошо, есть система апелляции. Но когда, что называется, штучные дела, вот такого порядка, здесь включается уже высокий уровень связи и все прочее. Не обязательно в этом участвует премьер-министр или королева, или еще кто-то. Это очень сложнейший механизм. И, конечно же, я это квалифицирую, что нынешний судья, который принимал решение, просто прикинулся наивной девочке. Хотя, ясно же, что Дарига никогда не занималась бизнесом, не зарабатывал никогда никаких миллиардов. 23-летний пацан не мог владеть десятками, сотнями миллионов долларов. Это по принципу здравого смысла. Если бы судья хотела бы в этом серьезно разбираться, то, конечно, она бы там раздолбала бы их полностью, арестовала бы это имущество, не только это. Но я вам следующим образом скажу, что в 2010 году в Швейцарии были арестованы свыше 600 миллионов долларов денег Тимура Кулебаева. Были они арестованы следующим образом. Я тогда опубликовал в средствах массовой информации за рубежом данные о том, как Тимур Кулебаев воровал сотни миллионов долларов. По итогам моих заявлений, которые я отправил Назарбаеву, в Генеральную прокуратуру, в парламент, всем партиям. Понятно, никаких решений не было принято, но шесть граждан Казахстана написали в заявлении прокуратуру в Швейцарии. И на мое удивление швейцарская прокуратура сработала и произвела арест средств Тимура Кулебаева. И они три года были арестованы. И в итоге они удалось им разморозить, используя следующие аргументы, что налоговая инспекция Казахстана сказала, что эти деньги чисты. Министерство финансов Казахстана подтвердило, что задолженности по налогам у Тимура Кулебаева нет. Генеральная прокуратура Казахстана сказала, все окей. Прилетал Назарбаев, сказал, я президент страны, вы что, здесь все законно. И западная система как устроена? Если нет пострадавшего, а пострадавшая это республика Казахстан, то значит на нет и суда нет. Как мы в будущем эту проблему решим? Меня сразу все спросят. Очень просто. Когда мы сменим режим на султана Назарбаева, и будет реально правительство народного доверия, мы все эти дела поднимем, возбудим уголовные дела, мы выступим как потерпевшие, как государство, которое потерпело от воровства и кражи. Мы легко докажем, что эти деньги украдены, потому что деньги все имеют следы. Они приходят на один счет, потом идет другой банк другой страны, мы делаем запрос, соответствуем международными договорами, получаем банковские выписки и показываем всю цепочку, что эти средства были украдены. И это может сделать только потерпевший. Сейчас у этого национального английского агентства таких данных и возможностей нет, потому что на том конце находится Казахстан, который все скрывает, не дает никакую информацию. Более того, они дают информацию, все законно. Но как только мы придем к власти, все поменяется. В этом судебном решении говорится, что некая Софья Сарсенова, это сестра Рашида Сарсенова, которая якобы владеет Нурбанком. Это подставной собственник Нурсултана Назарбаева. Он якобы был миллиардером. Они попали, рисовали себя в журнале Forbes, специально показывает, что они предприниматели, богатые люди. И вот якобы Софья Сарсенова купила банк у Дариги Назарбаева. И так Дарига Назарбаева супер разбогатела. Когда мы придем к власти, у Софьи Сарсенова будет выбор, и у Рашида Сарсенова, прийти, дать признательные показания, что их принудили, использовали, и тогда они будут освобождены от уголовного преследования. Но тогда они должны рассказать правду, что они были подставными собственниками, Дариги Назарбаевой. Мы на основании всех этих показаний просто придем и арестуем существующие активы снова в Англии и конфискуем в пользу Казахстана. И так будет со всеми активами за пределами Казахстана. Поэтому, уважаемые друзья, это промежуточное решение, имейте в виду. Имейте в виду, что агентства по коррупции, которые есть в Англии, они будут бороться дальше. Ну и в-третьих, мы им поможем. Когда мы придем к власти, мы все это отберем. Поэтому не переживайте. Самое главное, что вы знаете, что Дарига Назарбаева потеряла фактически еще раз публично свое лицо, как председатель Сената уже за рубежом. Все международные средства массовой информации озвучили информацию, что этот актив был арестован у дочери президента, председателя Сената. И при этом она же в суде возмущалась и говорила, как же так, вы обидели 18-летний, 18-миллионный народ Казахстана. Оказывается, если англичане арестовали имущество Дариги Назарбаевой, то это обидели весь 18-миллионный народ Казахстана. Вдумайтесь, что это мадам сказала. То есть они будут воровать миллиардами, прятать за рубежом. Когда местные страны их будут арестовывать, они будут кричать, что оказывается, таким образом, они нарушают дружбу между народами. Какое отношение народ имеет к этим похищенным средствам? Никакого. Народ будет иметь прямое отношение только тогда, когда мы конфискуем, продадим, это имущество попадет в виде денежных средств в бюджет страны. Вот, собственно, поэтому я считаю, что еще не вечер. Дальше. Меня очень многие задают вопрос о развитии казахского языка. Мои взгляды. Да, безусловно, казахский язык, мы все знаем, он требует серьезного развития. Да, вы же все прекрасно понимаете, что для этого нужно. Для этого нужны инвестиции, нужна политическая воля. И когда мы построим парламентскую республику, именно народ через своих представителей, своих депутатов даст наказ этим депутатам, что надо развивать казахский язык. Казахский язык как нужно развивать? Нужно обучить преподавателей. У нас детей свыше 5 миллионов. Несколько сот тысяч преподавателей должны быть обучены, должны быть написаны программы. В институтах мы должны обучать студентов. Должны быть написаны книги. Должна быть написана методология. Язык должен быть еще технически описан, чтобы язык обслуживал и технические дисциплины, науку, в промышленности, в медицине и так далее. Это огромная работа, которой нужно заниматься системно. Ну, вы все прекрасно знаете, что у нас провалено в нашей стране все, включая язык. Поэтому, конечно же, моя позиция, мы будем развивать язык, вкладывать миллиарды долларов. Не латинизацию, никому не нужную, не переименование городов и всякие таблички, миллиарды, не на всякие празднования. Мы будем тратить деньги там, где общество требует, где наиболее востребованные процессы нужны. Так вот, язык это та самая ситуация, которую нужно вкладывать и развивать. Многие обеспокоены, что вот казахский язык потеряет свою силу и так далее. Я скажу, что, наверное, это говорит молодежь, какая-то наша часть, которая не осознает, что было с казахским языком в советское время. Вообще, в советское время все языки народов были, по сути дела, в загоне. Ну, для примера я вам скажу, что это не только в Казахстане, это было в Украине, это было в Азербайджане, это было везде. Такая была ситуация. Советский Союз это страна-монополи. Там один завод производил одни и те же мазки по всему миру, один завод, один и тот же костюм производил, точнее, мира по всему Советскому Союзу. Мы все были одинаковые. Знаете, вот как в Северной Корее. Шесть причесок, одинаковая форма, зеленый френч и так далее. Такой был Советский Союз. И так вот, один язык, одно центральное телевидение, никаких каналов тебе, одни ботинки и все прочее. Вот так было построено. Поэтому, конечно же, мы все это изменим. Мы должны на это дело закладывать серьезные деньги и закладывать серьезные программы. Нужно заниматься очень серьезно. И если в советское время, например, в одной Алма-Ате, где жило один миллион человек, была одна всего лишь казахская школа, то сейчас их, знаете, сотни. Поэтому, уважаемые друзья, не нужно переживать, что казахский язык куда-то пропадет. Если он в то время не пропал, то сейчас он будет только развиваться. Просто нам нужно на это дело вкладывать деньги, нужно внимание, усилия. Это, безусловно, будет, потому что это будет позиция народа. И через депутатов народ эту волю свою реализует. Мы, конечно, выделим ресурсы. Это будет и моя позиция. Я претендую на позицию премьер-министра. Я убежден, что мы будем вкладывать серьезные инвестиции на развитие казахского языка. Далее. Сейчас меня многие спрашивают, обеспокоены, что будет с деньгей. Что вообще будет с долларом. И я сегодня объяснял и использовал данные официальные, что такое валютные интервенции. Что за счет именно валютных интервенций Национального банка этот курс искусственно поддерживается. Ну, я вижу, что основная часть населения не понимает, что такое валютные интервенции. Они думают, что раз Национальный банк бросает доллары, народ покупает и это будет бесконечно. На самом деле это не так. Нужно знать, что у Национального банка есть ограниченные валютные ресурсы. Скажем, несколько месяцев назад было официально заявлено, что у Национального банка эквивалент приблизительно 29 миллиардов долларов было резервов. И вот вообще Национальный банк он не вмешивается в ценообразование тенге и относительно доллара. То есть как это происходит? Нефтяные компании или другие экспортные предприятия продают свои продукты на Запад и получают валюту доллары США. Им нужны тенге. Нужно платить зарплату в тенге. Нужно платить налоги в тенге. Поэтому они эту валюту выставляют на биржу. Банки покупают эту валюту по заявке своих клиентов. Ну, кто такие клиенты? Торговые компании, которые импортируют продовольствие, одежду. Они покупают, дают тенге Национальную банку. Точнее, этим компаниям нефтяным. тогда получается, эти компании получают валюту и импортируют тот или иной товар из-за рубежа. То есть как в нашей стране появляется валюта? За счет того, что наши экспортные предприятия торгуют своей продукцией на Запад. Ну и собственно они предлагают валюту, а компании покупают валюту. У них за тенге. И все это происходит на бирже. Валютные, так называемые, биржи. Национальный банк по сути дела не должен участвовать в этих операциях. То есть цена тенге должна складываться на основе предложения и спроса. Что сделал Национальный банк? Он накопленные резервы валютные, когда видит, что долларов мало. А если долларов мало, на него, ну как любой товар, когда много, в смысле мало, на него спрос большой, что получается? Он объявляет аукцион, цена поднимается. Вот, например, машина стоит, кто-то хочет продать за 10 тысяч долларов. У этой машины всего один продавец. К нему приходит 10 покупателей, говорит, я у тебя хочу купить. Он говорит, хорошо, тогда 11 тысяч долларов. 9 из этих покупателей говорят, мы тебе даем 11 тысяч. Он говорит, о, как здорово. 12 тысяч долларов стоит машина. И цена растет. В итоге остается последний покупатель. эта машина продается за 20 тысяч долларов, и один единственный покупатель не покупает, и этот продавец довольный. Он хотел продать за 10 тысяч, а продал за 20 тысяч. С валютой то же самое происходит. Продавцы валюты выходят на рынок, если этой валюты мало, а желающий купить много, начинается аукцион, и цена взлетает, то есть тенге начинает слабеть. То есть сегодня эти доллары можно было купить за 300, начинается аукцион, желающий купить много, и в итоге цена становится, например, 500. Чтобы вот этот дефицит валюты не было, чтобы спрос и предложение сбалансировать, национальный банк бросает свои тенге на торги из своих золотовалютных ресурсов, резервов. И получается, что тогда он таким образом искусственно удерживает цену. То есть если тысячу было покупателей валюты, здесь было меньше валюты, 800 условно говоря продавцов, он прибегает, добавляет и выравнивает спрос предложения. Искусственно держит цену тенге, доллару. Таким образом, за 20 дней между 10 марта и 20, за 10 марта до конца за 20 дней национальный банк сжег полтора миллиарда долларов. Понимаете? То есть валюты было мало на рынке. Почему было валюты мало? Потому что цены на нефть упали, экспортные предприятия стали меньше получать валюты на международных рынках и они стали меньше продавать. Валюты стало не хватать. И вот цена начала взлетать и чтобы она сильно не взлетела, национальный банк делал интервенции. так вжег полтора миллиарда. Вот представьте, теперь у него осталось где-то грубо 27 миллиардов. Но кризис только начал разворачиваться. Цены на нефть сейчас еще больше упали. В апреле в начале. Цена вообще дошла до за 10 долларов за баррель. Это в убыток. А в начале года цена была 68 долларов. То есть фактически цена за нефть упала за один месяц в 6 раз. То есть соответственно в 6 раз меньше стала поступать валюты от продажи нефти. То есть дефицит валюты стал. Значит когда товара становится мало, его цена взлетает. Это закон рынка. И вот если мы только в начале кризиса находимся. Странное сейчас наращивает, закрывается, закрывается, уходит на карантин. Самолетами не летают, люди не ходят на работу. Нужно меньше им потреблять бензина, значит меньше нефти. Нефти объем тот же самый производится. Его некуда девать. Цена на нефть обваливается. И в этих условиях это только Марквилл. Ну представьте, что будет дальше. Апрель, май прогнозы очень плохие. Значит если Национальный банк снова и снова будет выбрасывать валюту на рынок, что будет? А будет, что ее валюты будет не хватать. Национальный банк опять будет из своих резервов выбрасывать эту валюту на рынок. И там вообще ничего не останется. Пройдет 6 месяцев и все доллары будут сожжены. То есть для того, чтобы удерживать искусственный курс тенге. Потом, когда эти деньги закончатся, произойдет мощнейший обвал. И за эти тенге вы не сможете купить импортный товар. Зубную пасту, лекарства и так далее. Понятно, что Национальный банк так делать не будет. Он будет стараться беречь эти резервы. И в реальности, чтобы вы понимали, курс тенге обвалится. Обвалится дальше, поэтому, когда у меня спрашивают, что будет с тенге, я сейчас еще дальше буду пояснять, почему он обвалится. Но я сейчас отвечаю на вопрос, что такое валютные интервенции. И хочу сказать, что валютные интервенции не могут быть бесконечными. То есть вчера совсем недавно у Национального банка было 29 миллиардов долларов. Сейчас грубо 27. Через несколько месяцев, если он будет такую же политику проводить, вообще доллара в стране не останется у Национального банка. Национальный банк не может этого допустить, поэтому в какой-то момент прекратить эти интервенции. Ну, месяц-два пройдет, прекратить интервенции или будет очень мало делать и поэтому тенге будет падать вниз, чтобы вы понимали, что ждет тенге. Давайте дальше. Следующий вопрос, я думаю, что тот, кто задавал свой вопрос узнает, я его не менял, читая дословно. Русские с аудитами договорились, имеется в виду Россия, договорились о сокращении добычи нефти, а курс падает. И обращается ко мне, вы уверены, что курс будет 600 тенге за доллар в конце апреля? Я пару недель назад говорил, что при той ситуации, которая сейчас происходит, а именно быстрое падение цен на нефть, излишки добываемой нефти в мире оценивается 25-27 миллионов баррелей. Соответственно, если товара много, есть же закон рыночный, если товара много, то он становится неинтересным, цены на него падают. И вот я тогда прогнозировал, что тенге будет обесцениваться, потому что падение цен на нефть автоматом приводит, по сути дела, к падению тенге. Но что делает мир? Действительно, вчера и сегодня встречались ОПЕК, так называемый, это конгломерат крупнейших производителей нефти, это картельные, картели, которые между собой договариваются, это Саудовская Аравия, Россия, ну и другие там арабские страны, крупные, которые являются производителями нефти. Танкеры бродили по морям, они не могли найти сбыт, фактически отдавалось за ноль, просто лишь бы забрали, потому что за эти танки, что нефть залитая, они вынуждены были платить, расходы нести и так далее. Наступила критическая ситуация, поэтому мои прогнозы были правильны, безусловно, вы знаете, президент Трамп начал говорить, что вот надо как-то стабилизировать, нефтяники в Америке, в России начались серьезные проблемы, по всему миру, и саудиты просто врывались на международные рынки, демпинговали, вытесняли российскую нефть, продавали больше своей нефти, это произвело к тому, что обвал цен на нефть, соответственно, курс тенге тоже обвалился. Сейчас в принципе ситуация не поменялась, потому что меня спрашивают, вот я купил при курсе 450, сейчас стал 435, что будет? Ребята, ничего хорошего не будет, к сожалению, для тенгея, потому что сейчас эти картель Саудовской Аравии, России договорились о том, что будут снижать объем производства нефти, но это не поможет, они суммарно сейчас договорились до 10 миллионов баррелей в сутки, но дефицит, то есть избыток нефти на рынке где-то приблизительно выше 20 миллионов, но объективно 25-27 миллионов, как оценить эксперты, то есть ну хорошо, они 8 миллионов в июне-июле пообещали, что уменьшит объем производства, но тогда все равно свыше 15 миллионов баррелей каждые сутки, каждые сутки будут производить в никуда, это будет заливаться в танкеры, покупатели нефти, нефти нет, это излишков, тогда цена на нефть все равно обвалится, то есть эти меры, которые сейчас, какие-то договоренности существуют между рядом стран, они ни к чему не приведут, и это подтверждает биржа, если вчера в момент соглашения цена на нефть за бренд была 35-36, она резко после соглашения обвалилась, стала 32, и цена дальше будет падать, поэтому, если мы будем смотреть в перспективе несколько месяцев, мы должны понимать, что все нефтехранилища, эти излишки нефти, куда можно разместить, будут заполнены максимум два месяца, реальный месяц, полтора, все будет заполнено, а излишки будут производиться, потому что экономика мира не заработает в воде не раз, и все, самолеты, даже если их откроет возможность полета, то они будут летать реже, в Соединенных Штатах Америки только-только развивается коронавирус, они даже пика не достигли, и может быть, они достигнут пика в конце мая, это значит, экономика не будет потреблять столько нефти, Европа может быть, частично откроется в мае, это значит, что они тоже не будут сразу потреблять большой объем нефти, то есть, избыток будет большой, в итоге, это придет к обвалу цен на нефть, в любом случае, значит, к обвалу и тенге, вот что будет, поэтому, вы должны знать, кто вложился в доллары, он не проиграет, национальная валюта неизбежно упадет, конечно, здесь много факторов, я не могу предсказать все абсолютно, но то, что такой тренд, тенденция, тенге будет ослабевать, это факт, абсолютно, вопрос только плюс-минус в сроках, насколько быстрее или медленнее, или насколько все резко произойдет обвал, зависит от многих факторов, поэтому не переживайте, те, кто вложился в доллары, ну и, что еще я хочу сказать, меня все время спрашивают, в какой валюте держать свои сбережения, что Америка начала печатать доллары, все прочее, я вам скажу так, золото, это в чистых слитках, это я говорю для богатых людей, они и так все это знают без меня, но вторая единица это доллары, если у вас есть сбережения, их легко хранить именно в долларах, и я могу сказать, что все, кто держит тенге, они в любом случае проиграет, деньги девальвируются, не говоря о том, что ближайшие 3-6 месяцев есть риск, то, что наши банки не смогут вернуть вам вклады, просто они будут банкротиться, это отдельная тема, почему, я уже не первый раз об этом говорю, следующий вопрос, у меня спрашивают, стоит ли сейчас покупать недвижимость, что будет с ценами на жилье, это вопрос, знаете, индивидуальный, если вам негде жить, и у вас есть деньги, вы хотите купить, вам надо просто решать свои проблемы, покупайте, но если вы хотите деньги вложить, как инвестиции, я могу сказать, что сейчас время не очень удачное, конечно, это зависит от разных факторов, может быть, в том или ином городе, сколько там людей в состоянии покупать дорогую недвижимость, или любую другую недвижимость, но известный факт, когда происходит кризис, когда сейчас у людей будет стоять вопрос проживания, как прожить, решить минимальные вопросы, желающих купить недвижимость будет меньше, мало, а если покупателей мало, а недвижимости много, что по факту есть в нашей стране, цены объективно упадут, в тенге безусловно, в долларах тоже безусловно, я могу сказать, что этот кризис мир не видел как минимум сто лет, как минимум, может больше, и поэтому, когда вы будете считать, сравнивать с кризисом восьмого года или четырнадцатого года, это будет ошибка, сразу хочу сказать, что здесь ситуация кардинально другая, и ваши инвестиции в недвижимость, это большой вопрос, я даже вчера с одним человеком поспорил, я скажу так, что к осени, безусловно, цены на недвижимость упадут, и кто сейчас купит, будем считать, что он проиграл, дальше, вопрос мне задают о продовольственном кризисе, будет ли голод, к сожалению, уважаемые друзья, ситуация с продовольствием в мире сложная, и существует множество исследований, потому что с развитием коронавируса, ну например, в Италии, в южных регионах, у них нет даже работников, люди не могут выходить и выращивать продукцию, потому что боятся, и очень много продукции просто гниет, я позавчера видел, как наши производители капусты и других продуктов на юге Казахстана не могут свою продукцию экспортировать за пределы Казахстана, потому что запрещено перемещение, люди не должны собираться и все прочее, к чему это приведет, это значит урожай не будет убран, если будет убран, он не будет продан, он сгниет, и те люди, аграрники, сельхозники, которые находятся, производят эту продукцию, они обанкротятся, у них не будет возможности заплатить банкам, у них не будет средств, ну а если у людей нет средств, значит что? Значит они попадают в плохую ситуацию, включая голод, если не будет со стороны государства помощи, я не говорю о том, что есть риск, что просто эта продукция не будет произведена, поэтому конечно же за счет бестолковых действий правительства в нашей стране что угодно может быть, включая голод, вот, поэтому я и говорю, что если мы не будем активно действовать, то в нашей стране что угодно может быть, к сожалению, я знаю, что многие сейчас страдают, сейчас говорят о том, что не на что покупать, нет средств, это вот собственно результат нашего молчания, результат, что мы там, нас пронесет, там шикур-толба, вот, вы сейчас видите, что этот кризис обнажил все, показывает, что наша политическая верхушка борется в Англии, на сотни миллионов фунтов, имеет недвижимость, и будучи председателем Сената, она едет в Англию, там судится, у них с рубежом миллиарды долларов, а вы не можете найти средства на обычное свое ежедневное существование, вот собственно вы сейчас, это на ваших глазах происходит, вся верхушка такая, а Назарбаев прячется в бункере, иногда там письма посылает, что давайте народ, скидывайтесь, конечно же, при такой политике голод будет, если мы будем терпеть, ну еще я хотел сказать, когда говорить про удовольственный кризис, вот представьте себе, что производство зерновых и вообще любой аграрной продукции в составе затрат у нас нефтепродукты, и вот если цены на нефть упали в 6 раз, а бензин продается, как будто бы ничего не произошло по ценам января, то есть вы понимаете, да, то есть монополия семьи Нусултана Назарбаева, они захватили этот рынок, никого не пускают, и продают так, как будто бы цена была нефти в 6 раз больше, как в январе, и таким образом вы со своей продукцией не конкурентны со своими конкурентами, мировыми, потому что зерно продается на мировой рынок, а на мировом рынке цены на нефть нефтепродукты упали, канадские поставщики зерна, американские, они имеют сейчас себестоимость зерна, реально, если говорить о нефтепродуктов, дешевле, чем в Казахстане, минимум полтора, где-то в два раза, ну, конечно, у них себестоимость будет лучше и меньше, поэтому вот эти люди, наша политическая верхушка создают ситуацию, чтобы и за счет своей жадности, за счет монополии, за счет того, что они полностью оторваны от народа, загоняют ситуацию продовольственной кризисы нашу страну. Так, идем дальше. Мне задают вопрос, почему в Казахстане не следят за ценами на товар, продукты дорожают, вопрос мне задают. Я хочу сказать, что государство не может прямо контролировать цены на товар, потому что собственником этого товара являются компании, которые его производят, привозят из-за рубежа и торгуют. И у нас цена устанавливается за счет конкуренции разных поставщиков между разными магазинами. Есть известный ролик в ютюбе стоит, что такое монополии. Я объясняю, если один магазин, там гигантские очереди, значит, этот магазин продает свой товар по любой цене, плохого качества и людям ничего не остается, как покупать там. А если сотни магазинов, эти люди распределяются в эти магазины, между ними конкуренции, появляется качество и все прочее. То есть за счет конкуренции, за счет того, что участников рынка очень много. Это принцип развития рыночного государства. Что делает государство? Государство административно говорит, ты не имеешь права продавать свои товары дороже, чем вот такая цена устанавливает, список составляет. Это бесполезно. Почему? Потому что если тенге девальвируется, а этот товар покупается за рубежом, за доллары, если вчера он покупал доллары за 400, этот магазин, и покупал товары за рубежа, ну а сегодня у него 450 и выше, то есть на 10-15 процентов стоимость валюты увеличилась, значит товар у него за рубежом тоже подорожал на 10-15 процентов. ну как, он же должен учесть свои расходы и товар растет в цене и никакие приказы не помогут, никакие приказы. В лучшем случае, что будет? То есть этот магазин прекратит поставлять этот товар, он же не может себе в убыток продавать. тогда вы придете в магазин и будет как в Советском Союзе, приходят там пустые полки или магазин закроется и обанкротится. Поэтому в условиях рынка, рыночного государства это невозможно. Что должно делать государство? Государство должно создавать ситуацию, чтобы таких предприятий, магазинов, всего прочего было много, не увеличивать налоги, снизить пошлины, так чтобы товар был как можно его себестоимость меньше. Что делать от бедных предпринимателей? Их донимают пожарники, донимают налоговики, нападает финансовая полиция и с них все время что-то тянут проверками и так далее. Они отдают взятки, их товар дорожает, значит вы покупаете дороже. То есть это сама политическая система и плюс еще девальвация национальной валюты приводит к тому, что товар дорожает. Чтобы этого не было, просто должно быть другое государство. То, о чем мы говорим. Идем дальше. У меня спрашивает вопросов много, я постараюсь наверное сгруппировать. У меня спрашивает, например, если когда мы сменим режим Назарбаева, если Казахстан выйдет из евразийского сообщества, какие последствия? Ну соглашение предусмотрено возможность выхода и юридически никаких последствий не будет. Мы можем выйти, а все остальные вещи, которые так называемые угрозы и все прочее, они из серии, скажем, что это государство не государство, а бандиты. Когда обычно государство чего-либо боятся или люди боятся, когда действуют неправовом поле по-бандитски. То есть это вопрос звучит так, а если Россия на нас нападет и так все прочее, я на него дальше откомментирую, но я хочу сказать, юридических последствий никаких. Нормы в этом соглашении отрегулированы и Казахстан может выйти из евразеса и он должен, на мой взгляд, выйти, но это вопрос будет будущий парламент, который изберется народом или мы проведем референдум. В любом случае я убежден и вы экономические последствия знаете, из евразеса Казахстан должен выйти, потому что это невыгодный союз. Он работает только в пользу одной страны России. Мы должны выйти из него. Дальше у меня спрашивает, каким образом можно снизить влияние давления руководства соседних стран России, Китая на Казахстан. Все очень просто, уважаемые друзья. Знаете как? Мы просто должны становиться сильнее экономически во всех отношениях. Мы должны становиться сильным государством. Сильным государством в первую очередь строится сильными гражданами. Если граждане боятся, если они трусливые, то они будут подвергаться любому давлению. Угроза, что мы сейчас тебя завоюем, морду набьем и все прочее. И мы будем ползать всю жизнь. Если мы не будем поддаваться давлению, будем проводить дружественную политику со всеми государствами, независимую, со всеми будем торговать, но твердо будем проводить свою линию. И тогда мы будем действительно сильной нацией, если мы не будем гнуться и будем реально защищать свои интересы. Вот собственно моя позиция. у меня здесь спрашивают можно ли пересмотреть долю рынка нефтегазового сектора. Особенно здесь мне задают вопрос доли государственных компаний соседних стран. имеется в виду наверное Китая. Да сейчас Китай имеет до 40% доли на нефтегазовом рынке. Как можно долю изменить? Ну во-первых если мы производим больше нефти и сегодня условно если у Китая доля 30% при производстве нефти 90 миллионов тонн если мы производим полтора раза больше но их доля такой же остается она автоматически уменьшается в два раза или полтора раза первый ряд. Второе если мы считаем что китайские компании работают плохо не платят нам налоги у нас есть инструмент принуждения законный между прочим мы заставим платить налоги мы пересмотрим контракты на недропользование все недры принадлежат государству чтобы у всех было понимание мне говорят нужно национализировать эти предприятия они нам не нужны недра принадлежат государству если мы им не дадим разрешение добывать нефть эта компания обанкротится на следующий день поэтому мы просто пересмотрим контракт на недропользование конечно мне скажут они подписаны на 49 лет но уважаемые друзья я как бывший министр вам говорю что что все эти контракты имеют дырки, их там сотни. Я, когда был министром, видел, как мы любую компанию можем поставить на колени, увеличить разные налоги, задать вопросы по добыче нефти. Обычно там очень много нарушений, очень много нарушений. В конце концов, экологические выбросы. На законных основаниях мы их просто будем штрафовать непрерывно. Затем мы просто найдем механизм запрета ввоза рабочей силы. Они будут нанимать только наших людей. Затем мы примем закон, который потребует, чтобы на экспортных предприятиях зарплата была, например, в среднем минимум полторы тысячи долларов в месяц. И таким образом мы добьемся, чтобы основная часть дохода осталась в нашей стране. И они могли бы возить только часть. Так устроено во всем мире. Почему в среднем нефтегазовые компании в мире платят 10 тысяч долларов, а не платят 300-400 долларов, и наши люди должны молчать? Нет, мы как государство должны помочь, чтобы было справедливо распределение доходов. Поэтому вы должны понимать, у государства, которое реально работает на народ, инструментов давления много. И кто бы это ни был, китайская или какая-либо другая компания, мы найдем массу механизмов давления и принудим, чтобы было справедливое распределение доходов. Мы найдем массу дырок контрактов на недропользование и через разные механизмы принудим, чтобы большая часть доходов поступала в бюджет страны. И она, безусловно, уйдет нашим гражданам, перераспределится. Поэтому не переживайте, здесь достаточно поменять власть, и мы все это приведем в порядок. Там, здесь следующий вопрос, мне задают то, так называемое, квази-государственное предприятие. Типа Самрук-Казана, Государственная железная дорога, Телеком и все прочее. Их там множество. Каза-Агрохолдинг, Байтирек там. Наплодили тысячи всяких компаний, где они просто воруют деньги, вся верхушка сидит по блату, нанимает людей. И там десятки тысяч людей, просто никому не нужные, перебирают бумаги, пьют чай, участвуют в схемах и похищениях. Я скажу так, мы все это ликвидируем. Самрук-Казана и все ее подразделения, которые как народ сидят на этих компаниях, они все будут распущены и ликвидированы. Я думаю, что те люди, которые сейчас работают в Самрук-Казане, наверное, вы переживаете, думаете, вот зачем нам такое правительство, завтра мы лишимся доходов. Уважаемые друзья, вы, я уверен, имеете хорошее образование, способные люди, учились за рубежом. Я уверен, что в новой системе вы найдете свою другую работу, свое предназначение. Вы не будете сжигать деньги государства, вы принесете пользу народу и, более того, вы будете больше зарабатывать. Потому что, когда мы построим эффективное государство, государство будет зарабатывать. А сейчас ворует какая-то узкая верхушка, и вам платят, чтобы вы их обслуживали, помогали воровать, и платят какие-то деньги. Может быть, относительно других граждан кажутся неплохими, но это все равно не те деньги. Вы знаете прекрасно, что при вашей квалификации на аналогичных предприятиях Запада вам заплатили бы во много раз больше. Поэтому не переживайте, я предлагаю вам, завтра способным и умным людям, которые сейчас протирают штаны или участвуют в этом воровстве, вместе помочь реформировать эту государственную, так называемую, систему типа саморуказуна, квази-государственные предприятия, и мы тогда построим действительно рыночное государство, эффективное. Поэтому все эти квази-государственные компании будут расчленены, отдельно будут работать, всю верхушку мы вычистим. Дальше. Меня здесь задают вопросы, что будет дальше, что кризис будет набирать обороты, что люди с трудом получают 42 500 тенге, что в национальном фонде денег нет, и как все это будет дальше идти, не получится ли так, что последние деньги сожгут, которые сейчас еще есть, и потом все это будет в итоге закончится плохо. Это так, нынешняя верхушка, ну, я думаю, что долго не сможет функционировать, даже если они полгода проработают, ну, увидите, если в течение одного месяца они никак не могут выдать 42 500 тенге, а сейчас же время требует других действий, нужно спасать предприятия, сохранять рабочие места, банки скоро не будут получать свои проценты от клиентов, заемщиков, от физических лиц, предприятия остановили свою работу, они тоже не будут в состоянии оплачивать ни проценты, ни основную сумму, в ближайшие 3-6 месяцев будет надвигаться колоссальный крах банковской системы страны, и по тому, как действует сейчас политическая верхушка страны, я вижу, они не справятся, и они не справятся, и поэтому, конечно же, в эти месяцы сейчас будет очень много негативных процессов, и в итоге, все это выльется протесты, банкротства, это проведено, как пожарники, просто завалят ситуацию, этот кризис обнажит все, и конечно же, я уверен, что именно в этот момент, вот этот гнев народа накопится, и это приведет к смене этого режима, вот как будет развиваться сейчас событие, следующий вопрос, у меня спрашивают, допустим, произошла смена власти, и вы прилетели в Казахстан, этот вопрос адресует мне, у вас есть личная команда, которым вы доверяете, которая будет вас обеспечивать всеми необходимыми ресурсами, ну, во-первых, команда безусловно есть, и эта команда не должна меня обеспечивать никакими ресурсами, для управления государством нам нужны государственные ресурсы, а не наши личные, наших личных, считайте, нет, мы не будем, как Назарбаев ходить, говорить, сбросьтесь заработную плату, или бизнес скиньтесь, и так далее, это просто позорно, я считаю, все государства мира помогают и гражданам, и предпринимательным бизнесу, чтобы сохранить рабочие места, поэтому, конечно же, необходимые ресурсы есть в нашей стране, и, конечно же, есть команда, которой я доверяю, это будущие руководители, министры финансов, министры экономики, министры сельскохозяйства, я знаю, что у нас много профессиональных, грамотных людей, которые устали жить при этой власти, и они будут готовы работать, приложить силы, чтобы у нас государство стало сильным, поэтому, конечно же, это ли, есть, и я отвечу потом в конце вопрос, каким образом это произойдет, когда я прилечу в страну. Следующий вопрос, что будет со всеми депутатами и силовиками, вы их распустите? Я уже по этому поводу много раз выступал, когда будет сменен политический режим Назарбаева, будет временное правительство, которое будет работать не более полугода, 6 месяцев максимум, скорее всего, это произойдет быстрее, ее смена. В течение 6 месяцев после того, как будет назначено временное правительство из числа тех, кто участвовал в смене этого политического строя, из профессионалов, это не значит, что люди были активны на баррикадах и все они в состоянии управлять страной, быть министром и так далее. Нет, мы найдем именно, создадим профессиональную команду, которая в состоянии в этой сложнейшей ситуации вытащить страну из кризиса. Такие люди, безусловно, есть. Что мы сделаем? Во-первых, в течение 6 месяцев все будет функционировать на основе декретов временного правительства. В соответствии с декретами временного правительства парламент страны, эти продажные депутаты, Нурсултан Назарбаева, все уйдут в отставку. Дальше, комитет национальной безопасности, который народе называют комитетом национальной безопасности, он будет распущен. И мы будем создавать совершенно новую структуру и будем набирать новых людей, грамотных, образованных, настроенных действительно защищать страну, а не бороться с инакомыслием. Сейчас комитет Назарбаевской безопасности это сеть шпионов, сеть полубандита по всей стране, которые репрессируют людей, сажают их в тюрьмы, преследуют за инакомыслие, преследуют за то, что они имеют убеждение, за то, что они честные, за то, что они требуют смены этого политического строя. Поэтому нам этот орган в таком виде не нужен. Во всем мире национальная безопасность направлена против тех, кто пытается дестабилизировать остановку, организовать агрессии против страны. Поэтому перестроим, построим новую службу, она никогда не будет преследовать своих граждан. Это я вам обещаю. Я убежден, что народ через своих депутатов, через правительство, которое будет избирать, именно назначать парламент, не допустит этого никогда. У нас никогда не будет ни диктатуры, никогда больше не будет такого секретного органа, который преследует людей. Далее, в течение шести месяцев произойдут выборы. Люди смогут создавать свои партии, и мы приведем в парламент новых людей, которые изменят конституцию страны, назначат новое правительство и, соответственно, придут во власть новые министры, придут министры от народа. Вот, что мы сделаем. Первые шесть месяцев, пока будет идти процесс выборов, пока какие-то партии будут выходить со своими программами, с платформами, все будет действовать на основе декретов временного правительства. Временное правительство сменит всех акимов областей, назначит своих временных представителей, и эти временные представители смогут стать постоянными тогда, когда пройдут свободные выборы, народы выберут на открытых выборах этих акимов, и тогда во власть придут акимы, представляющие интересы народа. Вот как это будет функционировать. Далее, у меня есть вопрос, часто встречающие, если не сегодня, то завтра Назарбаев умрет, возможно, такая снимут с поста президента, и, возможно, Дарега станет президентом. Какие изменения могут возникнуть тогда, и что в таком случае делают народу? Уважаемые друзья, я уже по этому поводу много раз говорил, что, если народ будет молчать, Назарбаев на позицию президента может назначить своего коня. Ну, собственно, это уже было когда-то в Римской империи, когда сенатор, сенатором Каллигула, император Римской империи назначил своего лошадь. Поэтому я надеюсь, что мы не хотим иметь такое государство, что кто бы не пришел, мы будем молчать, терпеть, и 30 лет терпели, хватит, наверное, уже все поменялось сейчас. Поэтому я уверен, что, если это произойдет, и Дарега придет во власти, мы, безусловно, мы добьемся ее отставки и добьемся смены этого политического строя. У меня здесь спрашивают, какой толк от ваших эфиров, если вы не в стране. Вы многие говорите вещи правильно, но у вас тут нет. Но у вас здесь нет в стране. Уважаемые друзья, ну, хорошо, нет у меня в стране, но вы видите изменения? Вы видите массовые митинги, вы видите борьбу, вы видите, как режим нас боится, вы видите активисты по всей стране, которые озвучивают свои требования, вы видите страх власти. Это организовали мы, политические движения, демократический выбор Казахстана, я в том числе. У нас есть чат активист ДВК, мы собираем граждан по всей стране, мы собираем единомышленников, мы выработали политическую платформу, мы объединяем и выведем людей на митинги. И наша задача организовать процесс так, чтобы завтра на митинги вышли десятки тысяч людей и мы добьемся смены политического режима. То есть, мое отсутствие в стране, вы видите, вроде меня нет, но влияние огромное. Скажите, пожалуйста, вы на примере Назарбаева же видите, непрерывные его заявления, появление перед экраном, нам удалось его из бункера вытащить, а вы находите в стране, вы смогли это сделать? мы смогли сделать, потому что мы объединились большим количеством людей и создали реальную силу, объединили. Поэтому мое нахождение здесь временное и наступит момент, когда я появлюсь в стране, когда тысячи людей будут на улицах, и я в это время буду в стране. а сейчас главное делается, мы проводим репортажи и тот вопрос, который мне адресован, он не случайно ведь адресован мне, потому что я являюсь сейчас одним из лидеров этого процесса сопротивления режиму, значит результат есть и он будет. Мне задают вопрос уже скажем, такого бытового характера. Не секрет, что в Казахстане воруют невест, бьют женщин, насилуют даже детей, как ДВК планирует это искоренять. Я думаю, что это связано с тем, что в первую очередь не работает закон, второе, что силовые службы, они работают по телефонному праву, что нет независимой судебной системы, что те тоже работают на связях, на блате, и когда мы построим демократическую страну, когда будет работать закон, это будет искореняться автоматически. Этого не будет, будет так, как во многих ведущих странах мира. То есть, если мы построим независимую сильную судебную систему, когда судьи будут избираться народом, как во всем мире, затем, когда силовики будут исполнять закон, потому что тогда они будут наказаны, если они будут вне закона идти, будет независимая пресса, неподконтрольная, они будут все это описывать. в конце концов, работать социальные сети и власть будет слушать свой народ. Почему будет слушать? Потому что эту власть избирает народ. А если эта власть не будет слушать свой народ, то в следующий раз народ просто не будет голосовать за такую власть. Не случайно президент США, Трамп, выступает ежедневно. руководители, первые руководители, министры и все прочие ведущих стран мира, они выступают каждый день. Почему? Потому что они служат своему народу, их избрали, назначили на эти должности именно народ. Если они не реагируют, значит, они уйдут. Вот, каким образом будет исполняться закон. Соответственно, все эти преступления, избиения, кражи, насилие и так далее, таким образом будут прекращены. Спрашивают у меня, как вы относитесь к многоженству. Уважаемые друзья, мы хотим стать цивилизованным государством. Такой же ведущий, как Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция и так далее. Мы должны взять то, что есть в этих странах. Как мы пользуемся телефонами, самолетами, их лекарственным препаратом, мы же их используем автоматически. Мы же не говорим, мы казахи, мы не пьем ампицелин. Мы казахи, нам не нужны там такие лекарства. Или мы казахи, мы только на лошадях будем ездить, самолетами не будем летать. Нет? Мы берем то, что является лучшим. Именно потому, что эти страны лучшие, у них существует система, которая не позволяет унижать человеческое достоинство. Существуют определенные правила, права человека и все прочее, когда все права граждан равны, они защищаются законом. И в этих государствах нет многоженства. Существует институт брака семьи, существует система поддержки. Это ведущие страны мира. Если кто-то будет приводить арабские страны, это для нас не пример. Они не являются ведущими странами мира, они не производят интеллектуальную собственность, они не летают в космос, они не производят лекарства, такие, которые, скажем, лечат весь мир. Они, да, они может быть богатые, потому что у них нефть и все прочее, но это не является ведущими странами мира интеллектуально, все прочее. У нас образованный народ, мы можем занять достойное место в мировом сообществе и примером для нас должны быть эти цивилизованные страны. В этих странах нет многоженства. И поэтому я придерживаюсь именно этих взглядов. Все, как в этих ведущих странах мира. Меня спрашивают очень многие, а как вы лично относят к религии. Религия это выбор человека. Государство не должно вмешиваться за то, что человек проповедует ту или иную религию. Он не может его преследовать, он не может ему мешать. Это право человека. Я жил в Лондоне несколько лет и в центре Лондона существует огромная мечеть и там в пятницу в другие дни тысячи верующих мусульман идут, никто им не препятствует, никто их не преследует. Мы построим такое государство, где не должно быть нарушений прав человека ни по вероисповеданию, ни по другим признакам. Это называется демократический принцип управления государством. Именно туда мы должны стремиться. Именно тогда мы будем процветающим государством. Не получится так, что мы тут что-то возьмем, что-то не возьмем. Это абсолютно не имеет отношения к культуре, к нашим традициям. Демократической страной является Япония. Одна из самых крупных ведущих стран мира. Никто культуру японскую не трогает, не режет. Возьмем Южную Корею. Южная Корея тоже одна из ведущих стран. Это демократический принцип управления страной. Я кстати забыл еще в качестве аргумента, когда мне задают вопрос по языку, говорит, что якобы если мы все будем владеть одним языком, все будет круто, у нас будет крутая страна. Я хотел бы вам допомнить, что есть Северная Корея и Южная Корея, где и там, и там говорят на корейском языке, но что-то там в Северной Корее концлагерь, и это отсталая страна, а Южная Корея передовая. Значит, что? Откуда корейцы собираются бежать в какую страну? Северной Кореи в Южную, потому что там свободная страна, политическая система демократическая, защищены права человека, поэтому они процветают. Возьмем Восточную и Западной Германии. Помните, была Берлинская стена, когда с Восточной Германии говорили все на немецком языке, как Западной, бежали в Западную, ломали стену, рыли траншеи, улетали на воздушных шарах в Западную Германию, то есть улетали туда, где была лучшая политическая система, которая обеспечивала людям права и свободы и лучшую жизнь. Поэтому я хочу сказать, что мы должны ориентироваться на эти страны, строить свою политическую систему свободную, чтобы власть была под контролем народа, это приводит к эффективному развитию государства, соответственно, все вопросы будут решаться и языка, и законности, и качества образования, все будет развиваться в рамках такого государства, потому что оно справедливое, потому что народ сам по сути будет следить за властью, добиваться, чтобы законы работали очень хорошо. Поэтому я в качестве примера все время беру ведущие страны мира. Мне сейчас задают вопрос, как вы относитесь к многоженству, я уже ответил, как вы сумеете добиться успеха в экономике страны, когда будет сменен режим Назарбаева, если цены на нефть и сырье будут невысокими, ведь именно сейчас, благодаря высоким ценам на нефть все эти годы Казахстан как-то развивался. Да, действительно, уважаемые друзья, кто задал мне этот вопрос, цены на нефть в ближайший как минимум год будут низкими. Соответственно, это повлияет безусловно и на другие составляющие, вот на металлы, тоже цены будут падать и не сейчас падают. И, конечно, возникает резонный вопрос, а за счет чего мы будем развиваться, как мы построим сильную страну? Я хочу сказать, что на самом деле я не открываю Америку, меня экономисты поддержат и подтвердят, что мир именно так развивался. Вот представьте себе, что в Казахстане мы построим правильную политическую модель, именно когда государство ориентировано на народ. Что в этом случае будет? Будут работать законы, ваши права защищены, банки будут прозрачными, они не будут принадлежать одному человеку никакого воровства не будет. Будет конкуренция между банками, процентные ставки упадут, потому что когда большая конкуренция между друг другом, цены на товар продают, деньги это тот же самый товар. В десятках банках будут деньги, они будут между собой конкурировать, а не как сейчас узкая группа Назарбаевской верхушки владеет банками, они сидят и банкуют, задирают проценты или еще что-то, этого не будет, соответственно, в банках тоже будет нормально. То есть, у нас права людей будут защищены. Что произойдет? Произойдет следующее. У нас такое пространство, когда мы жили недавно все вместе в Советском Союзе и люди свободно ездят друг к другу в гости, следят внимательно, как развивается государство. Что произойдет? Тогда к нам приедут богатые люди, когда они будут знать, о, я знаю здесь местные языки, я знаю местные обычаи, я здесь приезжал, мои дети, в конце концов, здесь учились, я был бывший житель этого государства. Они приедут с деньгами и будут строить заводы. Американцы, кто угодно, увидят, что цены на недвижимость низкие, а у нас относительно Европы и Америки низкие. Что люди образованы, грамотные, что законы работают, правительство работает на народ, что вот можно произвести, у нас же вообще нечего, можно все производить, у нас нет одежды, у нас нет мебели, у нас вообще ничего нет. Те, кто придет и завтра будет это производить, они будут на коне, потому что что импортировать, это же определенная конкуренция, за тысячу километров везти к нам, когда можно на месте произвести, у тебя товар будет дешевле, если ты завезешь оборудование, технологии, обучишь людей, значит, что получится? Значит, очень много инвесторов придут производить ту или иную продукцию, будут шить одежду, куртки, производить автомобили. В нашей стране это выгодно дело, так развивалась Южная Корея, Южная Корея в 60-х годах была одна из самых бедных стран мира, самых бедных, я вам просто скажу, они траву ели, у них доход до души населению в то время был тысячи долларов на человека, у нас сейчас около девяти тысяч, в девять раз богаче наши граждане считаются. Так вот, эта страна за 20 лет вошла в 15 ведущих стран мира, автомобильная отрасль вошла в пятерку крупнейших в мире, пятерку, с нуля, судостроительные отрасли, они вообще ничего не производили, деревянные лодки производили, более 50% мирового рынка заняли южнокорейцы, вы представляете, что можно сделать, если правильно развивать, а у нас такие возможности, поэтому уважаемые друзья, когда меня спрашивают, как мы при низких ценах на непть сумеем изменить ситуацию, очень просто, мы просто будем строить справедливое государство, мы перекроем каналные воровства, сейчас в национальных компаниях Самрук Казана, Казмунагаз, Железная Дорога, Телеком и так далее, в год крадут минимум 10 миллиардов долларов, мы просто перекроем, эти деньги просто придут в бюджет страны, просто на перекрытие канала воровства, мы каждый год минимум 10 миллиардов долларов будем заводить бюджет страны, плюс мы создадим справедливое государство, прекратим все эти пытки, репрессии, сделаем независимую судебную систему, вспомните у этого Анатолий Анатолий Стати, который сейчас выиграл иск более чем на 500 миллионов долларов, у него украли собственность на полтора миллиарда долларов, и это сделал зять на султан Назарбаев Тимур Кулебаев, и мы как государство сейчас платим штрафы, не он платит, а мы государство платим, и когда мы это прекратим, к нам придут инвесторы с деньгами, они придут со своими инвестициями, будут строить заводы, создают рабочие места, сейчас в этом году миллион человек останутся безработными, дополнительными к существующим безработным, а как только они поймут инвесторы, что вот оно, сильное правительство, честное государство, их инвестиции защищены, к нам придут гигантское количество крупной корпорации, я просто знаю, что сейчас Латвия одна из считается бедных стран в Европе, у них заработные платы низкие считаются относительно Европы, ну там 400 евро в месяц считается так, средненькая зарплата, 400-500, а в Европе полторы-две тысячи, и поэтому получается, что инвесторам выгодно строить заводы в Латвии, в Литве, в Эстонии, и крупный инвестор начинает корпорации строить свои заводы там, так развивался Китай, он совсем недавно был бедный, потом пришли крупнейшие корпорации мира, построили гигантские компании, создали миллионы рабочих мест, китайцы разбогатели, затем они начали сами развивать свое производство, вы видите, сейчас Китай заварил своими товарами весь мир, мы так же сделаем, так же, для этого достаточно построить справедливое, некоррумпированное государство, в нашу страну хлынут инвестиции, вы увидите, богатые узбеки и соседние государства, они перебегут к нам со своими деньгами, будут строить заводы, они помогут нам построить хлопкоперерабатывающие заводы, у нас появится свои гигантское количество предприятий, из России приедут, из Америки приедут, из Европы, они будут вкладывать деньги в нашу страну, потому что будут знать, что они разбогатеют, и мы тоже разбогатеем, будут рабочие места, наши люди будут зарабатывать деньги, кто-то будет этим предприятиям что-то поставлять, комплектующие, сырье, бюджет страны от деятельности этих предприятий будет получать дополнительные налоги, мы эти доходы перераспределим гражданам. Все очень просто, достаточно построить честное государство, и все меняется. У меня тут много вопросов, времени уже, к сожалению, я съедаю свой лимит, на многие вопросы я сейчас не ответил, я их отвечу позже, но тут есть такой вопрос, на который я хотел бы ответить. Мне говорят по поводу взаимоотношений с Россией и Китаем. Мне задают вопрос, так, следующим образом, у меня серьезный вопрос, по внутренней политике все ясно, считается, как бизнесмен, я знаю внутреннюю кухню, все прочее, и знаю, как развивать в этом, у человека, который задает вопрос, сомнений нет. Но, мне задают вопрос, у нас есть два опасных соседа, это Россия и Китай, в обеих странах, в странах диктатура. Я, написано, что МК неоднократно высказывал свое негативное отношение к Путину. Ну, и отношение мое личное к Китаю считается тоже известно. И, здесь, мне задают вопрос, очевидно, что со своими ресурсами эти две страны перекроют нам кислород, образно выражаясь, нам некуда будут транспортировать нефть, экспортировать нефть, у нас не будет товарооборота. Понятно, что сейчас мы на птичьих правах договоренности с ним. Я транслирую вопрос. Но, какой есть аргумент против ресурса? Как мы избавимся от контрактов от продажи наших земель? Как развязаться из кабалы с Россией? Звучит, как клише, человек пишет, но, как и Украине, я не хочу. Очень мутная история о связях Зеленского с Трампом. Очевидно, глупое решение ввести санкции на Беларусь. Но, знаете, это длинный вопрос, и у меня здесь завершающий. Какая участь ожидает нас в международной арене? Политика, это всего, прежде всего, внешняя политика, это неправильное утверждение, а внутренняя кухня во многом определяется ей. Ну, уважаемые друзья, давайте я на этот вопрос отвечу, хотя я на него много раз отвечал. Во-первых, я хочу сказать, что этот вопрос мне напоминает человека, который, ну, стандартный наш человек, да? когда мы говорим, что мы сменим режим, они говорят, ой, так страшно, мы боимся Назарбаева, а вдруг я лишусь работы, а у меня семья, дети и так далее, и все, и пошло, и поехало, и так 30 лет. Из этой серии, то есть, ну, мир же меняется, диктатуры же в мире рушились, надо об этом задуматься, как же все-таки люди другие добивались этого? А здесь звучит страх, только страх международный, мы боимся Путина, мы боимся Китай. во-первых, я хочу сказать, что все эти страны, в том числе Россия и Китай, члены ООН. Второе, Казахстан это не киоск, это государство, в котором живет более 18 миллионов человек, и, в частности, с Россией, у нас 7 тысяч километров границ. И, я скажу так, международное отношение не строится по принципу, который здесь написано, якобы мы на птичьих правах, ничего подобного. У нас полноценные, полнокровные договора, соответствующие международным стандартам, это и транзит грузов, это международные перелеты, это и передвижение по рекам, озерам и морям, все регулируется международным соглашением, это не птичьи права. И, простой пример приведу, все те, кто так думал, даже россияне, когда воевали с Украиной, но вы знаете, что недавно Украина выиграла, подав международный суд в Стокгольм, арбитражный суд, и выиграла свыше трех миллиардов долларов у России, и Россия была вынуждена заплатить. Вы, наверное, знаете, прогуглите и увидите, что Россия проиграла Украине и заплатила три миллиарда долларов. Дальше. Из-за своей агрессивной политики Россия в лице Путина, я разделяю народ России и саму политическую верхушку, потому что она такая же преступная, собственно, как и преступная верхушка у нас в Казахстане, Нурсултан Назарбаев. Мы, как граждане, как политики, должны четко излагать свою позицию, иначе мы никогда никуда не продвинемся. Будем говорить, что о Путин хороший, о Китай хороший, но Китай, извините, имеет лагеря, где миллионы людей содержатся в этих лагерях, их пытают и убивают, и что нам нужно выражать в уважении и почтении китайскому руководству? Нет, даже если их там полтора миллиард долларов. Мы должны иметь позицию по этому вопросу четкую и ясную. Мы государство, мы не какой-то киоск или лавочка, мы государство. Государство имеет позицию, государство имеет свою линию, именно поэтому это государство. Да, мы будем торговать, будем выстраивать торговые отношения, но у нас безусловно будут разногласия по ряду вопросов. Вот в частности по преследованию этнических казахов, уйгур, привызов и других национальных меньшинств на территории Китая принуждение, ассимиляция мы будем против и будем выражать свой протест. И нас безусловно защищает международное право. И я вам еще раз хочу сказать, что Путин сейчас расхлебывает. Все его окружение попало под санкции, арест активов, они не могут даже лечиться. Ну а какая у них медицина в России? Такая же, как наша. Никакая. Поэтому не будет так, что к нам будет относиться как киоску, можно пойти между делом пнуть. Ну и потом посмотрите, вот трубы идут по территории России, по которой бежит наша нефть. Казахстан платит за транзит нефти. Ну хорошо, они перекроют, перекроют, нефть не будет идти. Но на обслуживание этой трубы работают десятки тысяч людей, граждан России. Эти трубы потребляют электричество, иначе электростанции работают. Там работают люди, специалисты. В порту Новороссийского эта нефть перегружается в танкеры. Опять же, инфраструктура портовая оплачивается казахстанскими бизнесменами, предприятиями. Если это разрушается, значит Россия теряет десятки тысяч рабочих мест, теряет налоги. Если наши поезда не двигаются по территории России, я уже не говорю о том, что это будут санкции международные и мы подадим международные сады, они потеряют деньги за транзит. Но я приведу простой пример. Я могу долго перечислять, я приведу один простой пример. Когда Казахстан начал останавливать транзитные грузы с Кыргызстан, к Кыргызстану Кыргызстану был всего лишь один единственный рычаг серьезный. Прекратить поставки воды на юг Казахстана весной. Но к чему это приводит? Это приводит к тому, что наш весь юг Казахстана остается без воды, сгорает весь урожай, миллионы людей остаются без работы, фактически попадают в ситуацию банкротов и голода. Это маленькое государство, которое тоже есть свои рычаги и что Казахстан должен объявить войну, но тогда извините включится и международное сообщество, будут нарушены международные договора, но любая война она разрушительна для обеих сторон. Стоит ли того, чтобы продемонстрировать свое могущество? Поэтому уважаемые друзья, не нужно здесь чего-либо бояться, нужно знать, что мы защищены так или над международными договорами, у стран есть обязательства и мы не киоск, мы тоже серьезное государство, мы будем отстаивать свои государственные интересы и поэтому если мы будем все время вести как испуганный щенок, нас все время будет запинывать в угол, мы никогда не поднимемся, мы будем сильным государством в первую очередь тогда, когда мы сами будем думать, будем сильными, будем проводить независимую политику. И я считаю, только тогда мы можем говорить, что мы крутое государство, сильные независимые, мы можем проводить сильные реформы и становиться реально крутой страной, только тогда. А если мы будем всего бояться, то никогда ничего не изменится. И моя позиция относительно Путина не меняется. Это такой же коррупционер, как султан Назарбаев. И он уйдет. И все равно в России будут изменения. Это тоже будет демократическое государство, потому что диктаторские страны во всех странах, во всех, везде, шаг за шагом разрушаются, они перестраиваются. Это веяние времени. Это анахронизм существования диктаторского государства. Анахронизм. Этого не будет. И мы должны это понимать, идти с поднятой головой и действительно стать независимым государством. Тогда мы построим новое государство, сменим и допьемся режима, вот режим Нурсултана Азербайя, чтобы ушел, что мы везде должны быть сильными и независимыми. Как внутри страны, против этой власти, этой воровской политической верхушки, так и межгосударственных отношений. Мы построим независимое государство, со всеми будем вести честную торговую политику, независимую. очень много других было вопросов. Вопросы были следующие как добиться смены режима. Я думаю, что я отложу это на следующий раз. Это большая тема. Я об этом выступал в чате активистов ДВК. Я хотел бы поблагодарить уважаемые друзья вас за отзывчивость, за вашу активность. Только буквально за последнюю неделю наш чат активист ДВК увеличился на 15 тысяч человек. Мы еще не давали серьезную рекламу. Присоединяйтесь в чат активист ДВК в телеграме. Становитесь подписчиками информационного канала 1612 в ютюбе Мухтар Аблязов. Я хочу сказать, мы поддерживаем политическое движение партии Куще. Мы поддерживаем. Я призываю, чтобы вы тоже туда заходили. Те, кто опасается зайти в чат активист ДВК, заходите в чат партии Куще, развивайте. Нас должно быть больше и больше. В результате буквально нескольких месяцев произойдут глобальные изменения. Вы увидите, как на ваших глазах политическое руководство страны будет банкротиться, не будут решать никакие вопросы, они будут позориться. они будут вызывать гнев. И мы должны быть к этому готовы, мы должны объединиться и добиться смены режима. В этом году у меня спрашивают, как и когда вы приедете. Я хочу сказать следующее, когда тысячи и десятки тысяч людей выйдут на улицу, заблокируют аэропорты, когда на нашу сторону перейдут силовые структуры, я немедленно прилечу в Казахстан и буду внутри страны организовывать сопротивление и мы добьемся смены этого политического режима. В этом году Алга Казахстан. Продолжение следует...